здравствуйте мои дорогие с вами евгения саженцева я психолог практик также я по образованию теолог что значит богослов сегодня у нас будет довольно интересная и сложная тема не нарцисс ли бог почему я решила вообще снять на эту тему потому что на самом деле вот такой тезис мне встречался несколько раз в жизни во первых сами нарциссы часто начинают называть бога тираном абьюзером и я когда взаимодействовала так скажем с нарциссическими людьми то они часто виноват от бога в том что он может сам по себе да тиран но это в целом свойственно нарциссов они же вообще всех подряд винят и до бога тоже доходят своих обвинениях однажды на моем канале кто-то такую же мысль произнес эта мысль во первых я хочу сказать что она безумная она безумная нелогичная когда здоровый человек сталкивается с такой мыслью когда ему говорят такое что да ваш бог сам нарцисс мы наверное пребываем в некотором ступоре да мы в шоке потому что у нас в голове вообще не укладывается как можно бога в таком обвинять и это нормально потому что у нас как бы восприятие здоровая мира и поэтому как бы мы правильно делаем что эти мысли просто от себя отсекаем то есть смотрим на человека с такими выпученными чаще всего глазами до который начинает так вот нападать на нашу религию и в чем-то упрекать нашего бога целом как бы не очень то и нужно погружаться в это когда вам такое говорят но я хочу привести аргументы все-таки для вас самих да потому что если вы долго общались нарциссом в своей жизни то вас могут заразить вообще в целом такими ересями понимает что это в сущности это ересь это клевета на бога и она может быть конечно же и заразна и вообще если вам самим такая мысль приходит то вы с ней не должны сообщаться да ну что эта мысль от бесов для того чтобы вас смутить для того чтобы вас куда-то в не тот путь чтобы вы отошли до и перестали быть на правильном пути спасения поэтому сегодня я поговорю об этом не нарцисс ли бог мы будем рассматривать бога именно в христианском мировоззрении потому что не вижу смысла рассматривать каких-то других религиях я сама православная ну во первых если сравнивать нарцисса с богом то это полная противоположность нарцисс лишён любви бог же есть любовь да то есть абсолютно противоположное нарцисс не имеет сострадание сочувствия бог же настолько сострадает нам что даже пострадал на кресте ради нашего спасения чтобы спасти род человеческий также бог снисходительно относится грешником когда мы к нему обращаемся с покаянием то он нас всегда готов простить не отвергает нас всех желающих спасти он спасает нарцисс состоит из лжи бог же есть истина есть правда также если мы посмотрим на поведение иисуса христа в евангелии да то мы видим что иисус христос вообще полностью был лишён лицемерия то есть он всегда поступал по зову своего сердца и мог даже переступить через какие-то правила ради любви то есть ему не присуще было жить как-то вот на показ чтобы создавать какую-то картинку правильного человека да и при этом при всем как бы быть в стороне от чужой боли от чужих страданий так далее он всегда шел навстречу очень эмпатично людям и сейчас каждый из нас наверное на своем опыте знает что мы когда обращаемся к богу то он нам помогает на тоже личная как бы сфера каждого до духовный наш опыт но кто же такой нарцисс если брать с точки зрения именно духовной сферы я считаю что первый нарцисс это сатана потому что как раз таки сатана состоит весь из из лжи он горд ненавидит всех людей до садистические желает всем смерти как бы если брать вообще в духовной сфере нарциссов то но уж явно здесь до ближе к сатане все эти понятия при этом при всем сатана часто надевает маски да то есть сатана и его бесы могут являться в том числе людям в образе ангелов в это тоже должны знать об этом свидетельствуют многие святые о том что когда сатана хочет прелестить например праведника он обязательно явится в образе какого-то светлого ангела при этом при всем как бы соблазняя допустим праведника чтобы он возгордился например тем что он достиг какой-то какого-то такого большого большой степени святости да и при этом при всем если он возгордится от этого явления то все считаю пропало то есть все духовные плоды так скажем аннулируются и человек прибывает в гордыне например то есть как раз таки сатана он очень похож на нарцисса то есть он обманывает людей он использует маски и коварен и лицемерен поэтому давайте не путать давайте не искушаться какими-то такими ересями если человек вам начинает такую ересь нести что ваш бог сам нарцисс отстраняйтесь от такого человека потому что ну реально через него как будто вещает без понимать как радио как радио между тем миром который хочет оклеветать бога это очень неприятное общение если вы с таким людьми встречаетесь который постоянно хулят бога ненавидят бога и так далее друзья мои я всем желаю сегодня доброго вечера отличного настроения всегда с вами евгения саженцева спасибо если вам нужна личная консультация телефон в описании видео